Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня я хочу сделать для вас расклад на тему «Я и он. Что между нами? Анализ наших отношений». Давайте посмотрим, что происходит между вами сейчас и какие ближайшие перспективы нам покажут карты Таро. Развитие отношений ваших с вашим партнером. Использовать сегодня буду классическую колоду «Универсальный ключ Таро». Вам необходимо, как обычно, сконцентрироваться на вашем партнере, на мужчине, на которого вы хотите посмотреть этот расклад. Можете назвать его имя, можете назвать дату рождения. Выстроите некий энергетический канал с этим человеком. И мы будем надеяться, что карты Таро покажут нам именно вашу ситуацию. Напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на мой WhatsApp. Ссылочка под каждым видео на моем официальном канале на YouTube. Проходите по этой ссылочке, пишите мне обучение, я с вами свяжусь и пообщаюсь с вами. И, конечно же, огромное вам спасибо, мои дорогие. Низкий вам поклон за поддержку канала, за любой из способов. Донаты огромная вам благодарность, спонсирование моего канала, лайки, комментарии. Низкий вам поклон, мои дорогие. Итак, расклад, я и он, что между нами. Анализ отношений, аналитика отношений. Давайте сейчас посмотрим. Ну, то, что здесь, по крайней мере, в прошлом точно были очень нежные чувства. Здесь такие отношения, можно сказать, да, любовь. Причем очень часто даже как-то один из партнеров, либо оба могут немножко как-то, а может быть и множко, романтично относиться к своему партнеру. То есть мужчина к вам мог относиться в прошлом очень романтично. Вы могли относиться к нему тоже очень-очень романтично. Какие-то светлые, приятные такие энергии. Чаще всего по этому аркану человек у вас либо из вашего прошлого, то есть у вас достаточно длительные с ним отношения, либо вы с ним знакомы давно. У кого-то бывают отношения прямо из детства, из юности. Либо, если это не так, и это ваш новый, к примеру, знакомый, вы совсем недавно с ним знакомы, то здесь по этому аркану может быть так, что это человек из прошлых ваших воплощений. Вы его знаете, и здесь вы его узнали. Он вас узнал, когда увидел, когда вы встретились. Частенько по этому аркану так же бывает, что людей связывают дети. Но то, что прошлое какое-то красивое, эмоциональное, это точно. Здесь будет точно у всех. Так, теперь смотрим. Вы в этих отношениях. Он в этих отношениях, этот мужчина. Что между вами? С точки зрения Картера, выходили придворные арканы здесь у нас. Что вы чувствуете к этому мужчине, ваши чувства? Чувства мужчины к вам? Что вы скрываете от мужчины? Что он скрывает от вас? Что является препятствием в ваших отношениях с вашей точки зрения? С его точки зрения. Как видят развитие ситуации, развитие ваших отношений в ближайших перспективах карты Таро? Итог ваших отношений на ближайшее время. Луна не просто так выходит в раскладе. Потому что когда выходит аркан Луна вообще, и плюс еще идет в совете вам рекомендации, как лучше действовать, как лучше поступать, нужно сразу понимать, что у вас есть некие эмоционально-психологические проблемы в этих отношениях. То есть вы, скорее всего, полностью не удовлетворены. Могут быть какие-то тайны, могут быть какие-то закулисные такие вещи, которые для вас не открыты. Это вас может мучить. Это может как будто недостаточно искренне. Этот аркан, он и выходит на таких позициях, чтобы показать, что поймите свое эмоциональное состояние нестабильное сейчас. И, скорее всего, вы очень много энергии отдаете сторону этого человека, потому что по аркану Луна вы здесь можете действовать, действительно находиться, вернее, в позиции человека, отдающего энергию. И, знаете, я бы сказала, что здесь больше будет энергия, которая уходит в никуда. Да, вы теряете энергию, я не буду говорить, что этот человек подпитывается вашей энергией, потому что я здесь такой информации не получила. Но вот вы добровольно теряете свою энергию, отдаете свою энергию впустую просто. Вам нужно подумать о том, чтобы восстановить свои энергетические силы, свой энергетический запас, так сказать. И если вы находитесь в состоянии какой-то неопределенности, тоже хорошенько об этом вообще подумайте. Потому что я вижу, что для очень-очень многих девочек, которые смотрят здесь расклад, у нас вышло много придворных арканов. Конечно, здесь идет речь также и о других мужчинах, о других отношениях в вашей жизни. Если вы захотите поставить, допустим, здесь точку, то здесь не замедлит прийти в вашу жизнь другой мужчина. Я начала немножко с конца, потому что это я увидела, мне это захотелось вам сказать. Потому что, смотрите, в вашем вскрытом, вернее не вскрытом, а что является препятствием в ваших отношениях, вы считаете, что это аркан башни. Уже могло состояться расставание с этим человеком, либо вы понимаете, что в любой момент это может состояться, либо вы близки к этому, либо энергии сейчас таковы в ваших отношениях, что в любой момент эта башня может случиться. То есть крушение, разрушение какое-то. Ну вот мне показывают так. Несмотря на это, здесь есть эмоции, здесь есть чувства. И на перспективы развития, даже если между вами сейчас произошло расставание, недопонимание какое-то. На развитие ситуации у нас вышел аркан туз кубков, посмотрите. То есть с этим человеком, если вы в ссоре, допустим, в расставании, у вас может состояться примирение. Если какие-то непонятные сейчас с ним отношения, то может быть всплеск эмоций, всплеск чувств. Нужно вам это или нет, это другой вопрос. Но то, что здесь нам это показывают, это да. Давайте посмотрим теперь вас, ваша сторона. Могу сказать, что здесь есть два проблемных аркана. Это аркан луна и аркан башня, и они вышли именно с вашей стороны. Поэтому я и сказала, что теряете много энергии. И должны понимать, что эта энергия, эта потеря, вернее, ваша энергия, она не способствует созидательным каким-то процессам. Не способствует тому, чтобы вам становилось лучше от этого. А наоборот, вам становится только хуже от этого. Поэтому здесь я делаю на этом акцент. Теперь давайте так. Что вижу по вашей стороне? Вы человек, который стремится к стабильным отношениям. И вы, кстати, не тот, кто лошадей уж прям уж так уж гонит вперед, в общем-то. Вы готовы развивать отношения постепенно. Вы готовы вкладываться. Вы ожидаете от партнера того же в отношениях. То есть вы такой стабильный человек. Стабильный партнер. Надежный. И в скрытом у вас лежит аркан двойка кубков. И здесь даже будет идти речь не о том, что вы скрываете чувства от этого человека. Хотя вполне возможно, именно сейчас по какой-то причине всю глубину ваших чувств вы можете действительно от него скрывать, от этого человека. Почему-то есть для этого причины. Но в первую очередь этот аркан говорит о том, что у вас есть огромный потенциал любви. Каких-то очень таких светлых, красивых, позитивных энергий, которые вы мечтали бы подарить идеальному партнеру. Человеку, который пришел бы в вашу жизнь как награда. Как действительно человек, принесший в вашу жизнь счастье, свет. Очень такие глубокие, эмоционально насыщенные красивыми красками отношения. Поэтому у вас это лежит, конечно, в скрытом. И, скорее всего, вы недополучаете от этого человека именно таких энергий. Именно поэтому у вас это в скрытом и есть. В общем, если посмотреть на ваш расклад, в чувствах, кстати, у вас вышел паш жезлов. Тут, знаете, у очень многих может мужчина быть моложе вас, допустим, возрастом. Либо у вас к нему очень такое какое-то ощущение. Здесь даже не любовь показывают, либо какие-то такие эмоции, а больше страсти, больше какие-то такие вот энергии юношеские. Свежие, чистые, красивые. В чем-то вы где-то наивны. Вот так я вам могу сказать. И есть у вас к этому мужчине большое влечение. Даже если у вас башня. Есть, есть, это есть. Но здесь именно такие энергии идут, как будто вы как молоденькая девочка, либо мальчик, который впервые влюбился, либо впервые такое чувство его посетило. Либо в чем-то где-то вы недостаточно опытно, возможно, смотрите сквозь розовые очки, либо как-то наивно на какие-то вещи. Здесь тоже прослеживается такой момент. Что касается вашего мужчины, давайте посмотрим вашего мужчины. Я точно вам совершенно могу сказать, что это, если не баловень судьбы, то по крайней мере человек, которому очень часто в жизни везет. То есть небеса его защищают очень часто, причем в очень рискованных ситуациях он все равно выходит целым и невредимым. В ваших отношениях он не ведет себя зрело, он не ведет себя как мужчина, на которого можно полностью положиться, потому что это Аркан Дурак. И он выходит у нас как раз на позиции сигнификации вашего мужчины. Кстати, цифры 2, 22, цифра 0 может влиять на вашего мужчину каким-то образом. Еще цифра 7. В дате рождения, количество цифр в имени, там, я не знаю, цифра в квартире, в номере квартиры, цифра в номере автомобиля. Допустим, 7 лет назад вы с ним познакомились, к примеру, именно на ваше отношение. На него, на самого имеет влияние эта цифра, как, каким-то образом. Ведь даже те цифры, которые мы имеем в номере паспорта, в номере машины, в номере дома, они тоже каким-то образом оказывают на нас влияние. Вот, либо что-то в ваших отношениях связано с этими цифрами 0, 2, 22, 7. Мужчина не относится, к сожалению, к отношениям серьезно, относится к отношениям, тавтология, ну вот что есть, то есть. Здесь мужчина больше склонен к отношениям легким, к отношениям, он нам уже который раз выходит за предыдущие дни, такая же информация шла, скорее всего, тут же человек выходит. Кстати, вышли такие Арканы, что прямо у очень-очень многих человек моложе вас. Но если не моложе, то значит, все равно он как-то по дураку, как-то вот по Аркану Шут относится к любви, к вам, в принципе, в любви, кстати. Но я хочу сказать, что далеко не всегда это плохой, допустим, Аркан. Это вообще отличный, хороший Аркан, Аркан Шут. Ну да, легко, может быть, где-то в чем-то легкомысленно, может быть, поверхностно относится. Но не злобливо, и это не Аркан какой-то подлости прям такой уж. Но, к сожалению, Шуты по Аркану Шут, люди, они могут совершать большие ошибки. Ну, наверное, поймете, о чем я говорю, какие большие ошибки в отношениях. Во-первых, вести себя незрело, это огромная ошибка. Во-вторых, их иногда заносит кого налево, кого направо. То есть они как-то легко могут отнестись к флирту, к примеру, если он заводит какой-то флирт на стороне и не считает это преступлением. Очень часто так бывает. И в любви он романтик. И в скрытом у него выходит семерка кубков. Очень много о вас думает. И он скрывает и от себя самого старается гнать эти мысли, да, что очень много о вас думает. Он старается эти мысли куда-то там подальше убирать, но они все равно идут, идут, идут постоянно. И он ничего с этим поделать не может. А также он скрывает то, что он в душе романтик. Он может выглядеть жестким каким-то, он может выглядеть, ну не знаю как там, бессердечным, может тоже выглядеть, хотя по аркану шут это редко бывает. Но если заглянуть в его душу, то там окажется душа романтика и весьма даже ранимого мечтателя. Вот о чем здесь идет речь. Чувство к вам, если к вам чувство, страсть. Здесь больше страсть. Здесь человек движим жаждой новых приключений, жаждой освоению новых каких-то территорий, жаждой красивых ярких каких-то отношений. Вот вы его интересуете с этой точки зрения очень даже. То есть у него к вам больше страсть. Но аркан колесницы это опять-таки нельзя сказать, что это аркан человека, на которого полностью как на такую скалу незыблемую можно положиться и за ним спрятаться, быть за мужчиной. Потому как это весьма переменчивая натура по аркану семерка, мне все время хочется сказать семерка, это седьмой аркан у нас, колесница. По аркану колесница мужчины бывают не совсем стабильные в плане отношений, не совсем такие, ну как раз не совсем такие, на кого можно по-настоящему опереться. Он считает, что в ваших отношениях много возникает конфликтов, недопониманий. Вот конфликтная энергетика с его точки зрения является основной проблемой в ваших отношениях. Также, конечно, у кого-то здесь может быть ревность, могут быть какие-то вспышки гнева, либо в принципе каких-то конфликтов, вспышки. И он считает, что это действительно является реальным препятствием. Также здесь может быть присутствие какого-то еще мужчины. Участие аудитории здесь может быть так. И этот человек считает, что, безусловно, другой мужчина является препятствием в ваших отношениях. Ничего удивительного, потому что по итогу у нас выходит аркан, король жезлов. Давайте я добавлю, уточню его. По итогу ваших отношений выходит король. Но дело в том, что здесь вообще в раскладе много придворных карт. Здесь влияние другие люди какие-то оказывают, и больше идет именно мужская энергетика. Что имеется в виду у короля жезлов? Ну вот смотрите, понятно, что, во-первых, в вашей жизни может появиться другой мужчина. И вы будете в недоумении, непонимании, куда дальше двигаться, и с кем вообще, и как. Потому что этот человек явно вам не безразличен. В развитии отношений между вами вышел туз кубков. То есть здесь либо примирение, если вы в ссоре, либо вспышка новых эмоций, любви. Прям вот новая вспышка какая-то. Вас это в ближайшее время должно с ним объединить. Именно по тузу кубков. А в итоге, в итоге мы все равно видим короля, который находится в каком-то непонятном положении. Как будто не понимает, а что дальше будет, а что дальше. Либо вам не дает понимания. А что будет дальше. Поэтому по итогу я вам так скажу. Если с этим мужчиной у вас ничего не решается сейчас. Вы чего-то хотите, чего-то от него ожидаете. Скорее всего так и останется. Потому что вот эти два аркана именно об этом и говорят. Так же в вашей жизни может появиться человек, какой-то другой. Но вы либо можете быть слепы к этому. Вот есть человек, появился в вашем поле зрения, познакомились. Либо уже вы были с ним знакомы. Уже сейчас он есть. Но вы слепы. Вы не видите, насколько этот человек действительно вам подходит. И с ним можно построить отношения. Имейте в виду. Это очень тоже важно. Поэтому вы можете упустить шанс выстроить новые какие-то отношения, весьма и весьма интересные, яркие, красивые с другим мужчиной. Но также то, что касается этого человека, на которого мы смотрим расклад, здесь никакой определенности с ним. На ближайшие перспективы, несмотря на вспышку эмоций между вами, вспышку какой-то страсти даже. Потому что между вами и сейчас, смотрите, лег аркан рыцарь жезлов. Конечно, это может быть другой мужчина у кого-то. Но у большинства здесь будет так, что страсть, страстная энергия между вами. Между вами и этим человеком. По аркану рыцарь жезлов скучно точно не бывает. Здесь страсти кипят и горят. Но по итогу выходят вот такие арканы. Поэтому, скорее всего, какой-то конкретики в ближайших перспективах этот мужчина, к сожалению, вам дать не может. По какой причине? Может быть, именно потому, что недостаточно зрелые отношения и такой вот романтизм какой-то его и некая поверхностность. Может быть, не может сделать выбор. Здесь он может находиться перед выбором каким-то. Что-то, что-то выбирать либо кого-то между вами и чем-то, между вами и кем-то. И какая-то невозможность сделать этот выбор. Пока показываю так. И, наконец-то, совет. Я вам уже полностью рассказала о совете об этом. Очень хорошо подумать об этом. Если вы чувствуете, что теряете энергию свою, значит, очень серьезно над этим задумайтесь и сделайте практики для восстановления вашего энергетического баланса и вашего энергетического вообще запаса, состояния вашего. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Сегодня он получился вот такой. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok